Рада приветствовать всех ребят и их родителей и всех-всех, кто сегодня находится вместе с нами. Сегодня у нас первое занятие воскресной школы онлайн. Оно, конечно, будет отличаться от наших привычных уроков, которые мы проводили в церкви, но здесь мы тоже будем изучать Слово Божье, обязательно учить библейские стихи, выполнять различные задания. Кстати, о заданиях. Спасибо всем тем, кто участвовал и сделал, выполнил то задание, которое было задано с воскресенья, и вы могли присылать рисунки и свои сочинения. Я их всех получила. Спасибо. Все, кто участвовал, хорошая новость для вас. На ваш счет есть уже приз, небольшой сладкий приз, и когда мы вновь с вами встретимся, вы его получите, и мы будем очень рады его вам дать. Я думаю, что было бы очень хорошо, и я вам очень все советую, чтобы вы посмотрели на эти рисунки и почитали эти сочинения. Они очень интересные, и для того, чтобы вам это сделать, вам нужно сделать несколько таких шагов. Вам нужно войти на сайт Дома Литвы, зарегистрироваться, и в отделе «Воскресная школа онлайн» папка с первым заданием, вы, когда ее откроете, вы сможете прочитать и увидеть, кто же у нас первые победители. А теперь, ребята, я хочу дать вам несколько секунд, для того, чтобы вы могли пойти взять свои Библии, ручку, листочек или новую тетрадку, чтобы они были вместе с вами, рядом с вами. Возможно, вы услышите какие-то новые слова, записывайте в тетрадки, вы услышите какие-то новые мысли или новые истории, не поленитесь, запишите, потому что очень быстро забывается. Но когда вы запишите, тогда вы сможете потом, прочитав, сразу вспомнить, о чем была речь на наших уроках. Итак, я жду вас через несколько секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Это можно найти в любом доме, купить практически в любом магазине. Это может быть разной длины, ширины и даже толщины. Это вам понадобится, когда вы решите запустить воздушного змея, когда вам нужно завязать какой-нибудь сверток, или если вы потеряли шнурок, без этой вещи вам никак не обойтись. Правильно, ребята, это веревка. Простая веревка. Много лет назад такую веревку использовали строители. Но не просто веревку. Если к концу этой веревки привязать металлическую что-то. Вот я нашла такую металлическую. Я даже не знаю, как это называется, но вот такой грузик, можно так сказать. И если его привязать к веревке, то у нас веревка превращается в отвес. Может быть, некоторые из вас даже еще ни разу и не слышали это слово, и слышите вы его первый раз. Отвес. Но посмотрите, веревка, насколько она ровная. Мы можем даже определить, насколько вертикальна. И, допустим, какая-нибудь поверхность или стена какая-то, вот мы можем понять, благодаря этому отвесу. Простая веревка с грузиком превращается в отвес. И раньше строители ее использовали. Не знаю, как теперь и как часто ее используют этот отвес, но раньше без него невозможно было ровно построить дом. И если все-таки его не использовать, не использовать этот отвес, то дом, скорее всего, или стена какая-нибудь, она была кривой. Что нужно было делать? Ее нужно было только разрушить и строить по-новому, чтобы она была ровной. В книге пророка Амоса, в седьмой главе, Господь говорит, что он стоит на стене с отвесом в руках и смотрит, проверяет жизнь людей, насколько своего народа, насколько они живут правильно. И он видит, что не все хорошо в их жизни. Бог по-прежнему держит отвес в своих руках и проверяет нашу с вами жизнь. Через что? Как вы думаете, что это такое для нашей жизни? Для нашей жизни отвесом таким является Слово Божие, Библия. Допустим, к примеру, Слово Божие говорит «Не лги, не обманывай». Но если мы говорим неправду, то, значит, мы отклонились от вертикали. Также Слово Божие говорит, что слушайся родителей. Если мы не слушаемся этому Слову, то наша жизнь уходит в сторону. Бог говорит через Слово Божие «Ты отклонился от вертикали. Покайся, потому что твоя жизнь неправильная, неровная твоя жизнь в моих глазах». Тогда мы можем очень просто прийти к Господу, когда мы понимаем это, попросить Его прощения и поступать по-новому. Ребята, теперь я хочу попросить вас открыть Новый Завет. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. «Однажды Иисус и Его ученики и народ, который за Ним следовал, поднялись на невысокую гору. Это даже была не гора, а высокий холм. Он не имел даже названия. Но после того, что там, о чем Иисус учил и что Он там говорит, эту гору стали называть Гора Блаженств. Итак, он рассказал историю о двух людях, о двух строителях, которые решили построить дом для себя и своих семей. Им пришлось выбрать место, и они потратили немало времени и даже денег для того, чтобы выбрать хорошее и удобное место, как им тогда казалось. Один из строителей купил отличный участок. Он ему очень понравился. Рядом была речка. Он был очень светлый и солнечный. Но хочу вам напомнить, что та местность, где Иисус находился, жил и рассказывал эту притчу, она была песчаной. Очень много было песка. Но так как Он хотел чем быстрее построить дом, Он решил строить дом прямо на песке. Возможно, Он некоторый слой песка освободил, но, в принципе, Он начал строить дом свой на песке. Он достаточно быстро построил этот дом. И у него он получился очень красивым. Он был рад, что он уже закончил и вселился. И радости его не было предела. Конечно же, Он сделал большой праздник. Он пригласил своих друзей для того, чтобы показать, рассказать свой дом, рассказать, как он его строил, с какими трудностями он столкнулся. Это вышло очень интересно. Были рады его друзья. А другой строитель не спешил, долго думал, много рассчитывал. И начал копать. Копал он достаточно долго. И трудно ему было, потому что ему нужно было все слои песка очистить. Очистить землю и углубиться настолько, что найти каменистую почву. Многие камни он даже просто поднимал наверх, потому что у него была идея, чтобы дом даже поднять, кроме того, чтобы его построить на крепком основании. Он хотел его даже поднять на камнях. И еще у него была мечта сделать такой, ну как забор, ну не забор, но вот такое ограждение, именно каменное. Прошло немало времени, когда все-таки дом был готов. Это тоже было событие. Он позвал всех друзей, всех своих соседей. Пожалуйста, приходите, у нас праздник, порадоваться вместе со мной. Также его друзья и соседи спрашивали, расскажи, как у тебя получилось, сколько ты потратил, и как все ты обустроил. Семья и друзья были, конечно, рады. И так два дома были построены. Красивые дома были. Удобные для их, для их самих и их семей. И они планировали и думали, что будут жить там очень-очень долго. Но однажды, совсем нежданно, люди стали замечать, что надвигается какая-то буря, надвигается шторм, ветер усилился, и начался сильный дождь. И даже говорили, что не помнят такого момента, когда был вот такой сильный дождь, ураган и просто смерть. Дождь был настолько сильный, и он достаточно долго шел, что вода в реке, она поднялась. И дом, который, вот первый строитель, который мы с вами говорили, тот дом, он чувствовал, что он просто трясется, он движется. И было настолько страшно, гром, молния, и вода начала подниматься, речка разлилась. И Библия говорит, Иисус, рассказывая эту историю, говорил, что поднялась вода, и давайте прочитаем, если 25 стиха, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. Этот дом внезапно развалился. Почему? Потому что вода подмыла песок, а так как у него не было вообще никакого основания, этот дом просто развалился на многие части. И для этого строителя была просто трагедия. Он потерял совершенно все. То, чему он так был рад, и чем он так дорожил, он все потерял. Конечно, он на это не надеялся и не думал, что так случится, но так случилось. Другой же строитель, и вот наш герой, он также чувствовал, что за окном это делается невероятные события. Дождь очень сильный, и страшно было, темно было от туч темных, но он был спокоен. Настолько он был спокоен и уверен, что с ним ничего не случится, что он даже не сильно переживал за себя, сколько за того соседа, который дом был построен на камне. Ветер усилился. Такого наводнения и такого урагана еще не было. Но дом тот, он устоял. На него тоже длилась вода, гром, молния, ветер, но он стоял крепко, потому что у него твердое основание. Прошла буря, прошел дождь и вышло солнце. Это было хорошее время, его очень все ждали. Дом стоял на камне, он был невредимый, остался невредимым. И Иисус, рассказывая эту историю, хотел нас чему-то научить. Чему он нас хотел научить? Давайте вместе прочитаем. С 24 стиха. Нашли? 7 глава, 24 стих. «И так всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю, то есть он будет похожим на мужа или человека, благоразумного». Что такое благоразумный? Если мы разделим это слово на две части, то мы увидим благо, как бы хорошо, добро и разум, благоразумный, мудрый. Уподоблю мужу, мудрому, можно так сказать, человеку мудрому, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, то есть глупому, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал. И падение его было написано великое. Вот такую историю нам Иисус рассказал. А теперь я, ребята, хочу вам сказать о том, что как важно нам изучать Слово Божие. И я хочу, чтобы вы теперь посмотрели один сюжет, который мы приготовили для вас. Ребята, сегодня мы хотим вам показать историю, о которой говорил Иисус вживую. То есть мы хотим построить дом на камне и на песке. Но для этого мне нужно помочь. Я попрошу своих меньших помощников построить дом на камне, а старших на песке. Ну, занимайтесь строительством. Ребята, вы помните, что говорил Иисус, что тот человек мудрый, кто строил на камне. А как мы можем быть мудрыми? Да, конечно, мы можем просить мудрости у Бога, откуда мы знаем, что хочет от нас Бог. Для этого мы должны читать Ему Слово, Библию, и исполнять то, что написано. Знаете, что еще говорил Иисус? Что в жизнь каждого человека когда-то придут ветры, реки, дожди, что-то такое. Как вы думаете? Я думаю, это какие-то трудности, проблемы, нехорошие вещи. Может быть, кто-то из вас или ваших близких заболеет. Может быть, кто-то вас очень сильно обидит или очень сильно обманет. И как вы будете себя вести? Давайте посмотрим и узнаем. Спасибо! Вы построили очень красивый дом. Он на крепком основании. А другой дом на песке. Давайте посмотрим, что будет с этим домом, когда придут проблемы в его жизни. Когда придут проблемы в его жизни, он все равно будет стоять. Иисус так и говорит, что любые трудности выстоит этот дом, потому что он будет, помнить из Библии, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Он будет помнить, не будь побежден злом, но побеждай зло добром, когда кто-то его обидит. А давайте посмотрим, как будет себя вести этот человек, в жизни которого нету крепкого основания. Когда придут в жизнь его проблемы или трудности, в его жизни случится падение. и падение это будет велико. Большое спасибо вам. Ребята, чему мы можем научиться с этого урока? Мы можем научиться тому, что уже сегодня надо начинать строить свою жизнь на крепком основании. Как это сделать? Начни читать Библию каждый день. И не только читать, а рассуждать. Начни исполнять, что в ней написано. Я знаю, что многие из вас читают Библию, но если ты еще не начал это делать, сейчас прекрасная возможность начать строить свой дом на твердом основании. Не всегда, ребята, легко поступать так, как учит Иисус. Но если мы просим Его помощи и верим, что Он нам помогает, а Он нам всегда помогает, это будет намного нам легче строить нашу жизнь именно на камне. А теперь я хочу вам предложить встать. Да-да-да. Встаньте. И встаньте так удобно, чтобы вам было место где-то полметра с одной стороны и с другой стороны. Готовы? Потому что теперь мы с вами будем петь песню с движениями. и он встанет. Один построил свой дом на песке и дождь пошел И дождь пошел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь мы с вами выучим библейский стих. Откройте местописание. Это Матфея, 7 глава, стих 24. Давайте все вместе прочитаем. Следите. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И, внимание, задание. Вы должны выучить этот стих и придумать к нему движение, чтобы можно было бы его выучить, показывать и выучить. Было бы намного легче. Вы можете привлекать всех членов вашей семьи. Заснимите это на телефон или на камеру и вышлите это на мой адрес, который вы сможете увидеть под видео. Итак, еще раз я прочитаю стих. Следите. И давайте все вместе громко будем читать. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Матфея, 7, 24. На этом наша первая встреча закончилась. Я хочу вам напомнить, ребята, чтобы вы не забывали, что вы строители вашей жизни. И неважно, сколько вам лет, 6, 9 или 13, мы строим свою жизнь. Молитесь и просите Господа, чтобы Он вам помогал. А следующая наша встреча будет в четверг в 16 часов. Будьте благословенны. И благословляйте других. Будьте благословенны. Будьте благословены. Продолжение следует...